Я не хочу говорить о политике. Почему? Потому что это Харьков. Ну, а вы знаете, кто такая Сапченко? Не слышал, но ничего конкретного не могу сказать. А что слышали? Ну, СМИ утверждает, что она герой, то есть, ну, показывают ее с хорошей стороны. Некоторые люди не совсем в это верят, но я никакую позицию не придерживаюсь, ничего конкретного не могу сказать. А, ну, мне как-то вообще все равно. Вы не слышали о ней? Ну, я слышала, там ее не отпускают, я не знаю. Она голод устроила. Ну, мне как-то вообще все равно. Военный офицер. Закончила Харьковский институт. Имеет право российская власть держать ее в заложниках? Ну, конечно, имеет. Почему? Потому что, ну, держит как с одной стороны, так и с другой стороны. Вот другое дело, что с этого сделали популизм какой-то большой, да, и какая-то героиня. В чем она, ни в чем она не героиня. Простая такая же пленная, как и другие пленные. То есть, Надежда Савченко не герой Украины? Ой, вы знаете, я ее хорошо знаю, потому что вместе с ней учился в институте. Кто это такая? Потому что тут комментировать не хочется. Цивилизованная страна, мы же не можем поехать во Францию, украсть человека и тут судить. Ну, это естественно, тут даже никаких мнений быть не может. То есть для вас Надя Савченко герой Украины? Конечно, конечно, герой. Если бы у нас человеки были такие, как женщины, я думаю, что у нас бы уже был просто рай в Украине. Кто такая Надя Савченко? Ой, я не знаю. Не слышали они никогда? Нет. А вы откуда? Из Харькова. Кто она, по вашему мнению? Ну, по моему мнению, как бы ей надо посидеть в тюрьме, подумать, честно. Здравствуйте, хотим узнать ваше мнение. Кто такая Надя Савченко для вас? Здравствуйте, хотим поинтересоваться вашим мнением. Кто такая Надя Савченко? Героиня Украины. Правильно ли делать российская власть, держа ее в тюрьме? Конечно. Однозначно нет. Почему? Потому что ее вина ничем не доказана и потому что ее незаконно похитили. Савченко, конечно, знает. У нас же летчица знаменитая. А правильно ли делать российская власть, удерживая ее в плену? Нет, конечно, неправильно. Я считаю, что... Почему? Должны страны договариваться, обговоривать вопросы пленными. Если они считают ее военнопленной, они должны менять ее, правильно? Надя Савченко герой Украины? Герой Украины. Кто она? Герой Украины. А имеет ли право российская власть удерживать ее в заложницах? Ну вы меня такие очевидные вещи спрашиваете. Конечно нет. Почему? Потому что невиновных людей нельзя удерживать. Вот такая Надя Савченко. Надя Савченко, я не хочу даже говорить. Ну для меня она прежде всего символ Украины, борьбы против врага. А имеет право российская власть удерживать ее? Конечно не имеет, потому что это явно сфабрикованное дело. Ну находится в другой стране. В заключении все. А как вы считаете, имеет право российская власть удерживать ее в тюрьме? Я понятия не имею, при каких обстоятельствах это случилось, поэтому не имею объективной точки зрения. А имеет ли право российская власть удерживать ее в плену? Нет, конечно. Почему? Ну незаконно это, нет прямых улик, доказательств, там все высосано из пальца. Она герой Украины? Сложно, сложно ответить. Но человек страдает однозначно. То есть гуманные какие-то к ней чувства есть, а герой Украины она или нет, но я не готов вам ответить. Для меня это прежде всего живой человек, который нуждается в помощи несправедливо осужденной вражеской страны. Судит гражданина Украины на территории России, которого выкрали на территории Украины, перевезли. И получается бандиты судят честных людей порядочных.